Это прозвучит неожиданно, но производитель мотоциклов «Урал» покидает Россию. Это был последний мотоциклетный завод полного цикла. Более того, в прошлом году предприятие отметило 80-летний юбилей. А теперь подробности. Вот уже долгие годы Ирбитский мотоцикл «Урал» выпускает классические мотоциклы «Урал». С боковой коляской, карданным приводом заднего колеса и двухцилиндровым оппозитным мотором. По итогам прошлого года ирбитчане продали по всему миру 2400 таких машин. Притом главными рынками оказались США, Канада, Евросоюз, Австралия и Япония. А вот россияне приобрели только лишь 70 мотоциклов. Еще один важный факт. Ради повышения качества и улучшения конструкции, ИМЗ активно закупал комплектующие за границей. Запчасти на «Урал» приходили из Германии, Италии, Японии, Тайваня и других стран. Теперь, когда многие страны ввели антироссийские санкции, в Ирбите возникли серьезные проблемы. Ни заказать детали, ни отгрузить продукцию мотозавод больше не может. И в компании начали срочно искать решение проблемы. Таким решением стало разделение производства. Сам ИМЗ отныне будет лишь изготавливать рамы, а также элементы корпуса. А вот финальной сборкой техники займется совершенно новая площадка. Местом для размещения производства выбран казахстанский Петропавловск. Там выкуплено промышленное помещение площадью 7 тысяч квадратных метров, а для работы активно нанимаются местные работники. Увы, но часть сотрудников самого ИМЗ придется сократить. Расстояние между Ирбитом и Петропавловском около 600 километров. Так что возить имеющийся персонал вахтовым методом не имеет никакого смысла. Следующая новость будет короткой, но позитивной. В Ижевске после трехнедельного корпоративного отпуска заработал конвейер, с которого сходит семейство Lada Vesta. На этой неделе автозавод планирует собрать чуть более тысячи машин. Но главное – около 5% всего тиража составит рестайлинговые седаны и универсалы. Да, это всего полсотни автомобилей. Однако до недавнего времени вообще ходили мрачные слухи, будто обновленный вариант начнут выпускать лишь через год или два. О старте продаж пока тишина. Как отмечают дилеры марки Lada, скорее всего, выпущенные автомобили уйдут исключительно для журналистских тестов и выставочных мероприятий. У дилеров Vesta нового образца могут появиться летом. Продолжение следует...